МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 бездомных живел, знаешь ли, господару, подчас доброчинной акции «Подары им шанс». На двор, я на гэтым тыд, не будь относно теплым и сухим. А зараз об гэтым и иншим больше подребязна. Открытие филияла Российского центра науки и культуры, представление выставы и просвещение России и презентация коллекции с Державного Эрмитажа. Сегодняшний день у Гомеля был просвещен белорусско-российскому супрационниству. Алексей Цироу наведал широк наибольшь цикавых мероприемств. Город Гомель, улица 50 год, БССР, 7. Ненавито по таким адресам теперь будет находиться третий на территории Беларуси филиал Российского центра науки и культуры. Первый был открыт в 2010 году в Минске, другие два года тому в Бресте. При наявности огольных задач, координация сопротивления городов по Братиму, патрымка соечинников, ознайомлений с выдаденной у России мастерской и науковой литературой, деяность Гомельского филиала будет иметь и свои особливости. Я не связаны, пеш за все, за наявностью тут никаких высшедших научных установ и палацево-паркового ансамбля. Уже зараз зыми досягнута домовленность о реализации суместных проектов. У нас 17-й год, же год столетия февральской октябрьской революции. Я думаю, мы эти вопросы каким-то образом будем отражать. Значную увагу у деяности Гомельского филиала Российского центра науки и культуры меркуется надавать развитию молодежного сопротивления, причем неким одним накерунком тут не обмежевываются. У огоченных планах – организация детних лахеров для одоранных детей за безюх Украин, для помогу поступлению молодых белорусов у российской ВНУ – суместная творчая акция. Просто более глубокое знакомство с Россией для молодого поколения. У нас большое количество белорусских ребятишек отдыхает. Экскурсионным образом в России, в Белоруссии российские школьники – это все вот эти центры организовывают, и сообщество соотечественников. Я думаю, и Гомель найдет свое место. Первое мероприемство, которое проводится в Угомском филиале Российского центра науки и культуры – презентация выставы работ члена Союза письменников и Союза дизайнеров России, лауреата международных премий Миколая Дулько. Пресвячение России – это не столько об сучасности, сколько об истории, хоть только в этой выставе справа не обмежевывается. При станах милосердности я еще один белорусско-российский проект, который сейчас реализуется в Гомеле. У музея Плацева паркового ансамбля открывается экспозиция ритуальных предметов тибетского буддизма с коллекцией державных армитажа. Эта установа, до речи, на початку 2000-х, примала самый непосредственный удел у створения у Гомеля музейной экспозиции и реставрации местовых экспонатов. Вот это, напевно, самое главное символу буддизму, большинство милосердностей авала Китешвара. У его, до речи, тысяча рук и 11 голов. Сегодня у армитажа находится депшая в свете коллекция буддизских старожитностей. Правда, у Гомеля привезли только ее частку. Некоторые экспонаты каштуют так дорого, что их страховка увеличается астрономичными для наших музеев сумами. Алей того, что находится на выставе, хапая, капоткрыть для себе новый свет. И это еще одна задача белорусско-российского запросовництва – зарабить жахару обедю Украин больше богатыми не только материально, алей духовным. Это своего рода шедевры. И, наверное, всем интересно даже посмотреть, какие шедевры были. Это еще одна из сторон человеческой жизни, человеческого бытия. Все-таки это мировая религия, с которой, ну, может быть, не очень знакомы жители Гомеля, но мы надеемся, что они познакомятся и что им это тоже понравится. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». И еще одной из знаковой подеей у науковом житте, отзначенных этот день. Ведущих специалистов у Галине психологии и педагогики с части Краинсвета сегодня собрала Международная науковая конференция. И она просвечена 120 годзю дня на роджение советского психолога засновальника культурно-гисторичной школы у психологии Льва Выходцкого. Гостей принимает ГДУ имя Франциска Скарыны. Детали сустречи ведая Ганна Ковалева. Имя выдатного ученого «Непары» у нас связано с Гомелем. Тут пройшло их у дятинства становление, как науковца-психолога. Упирает працы выкладчикам у гомельским педагогичным техникум, и он организовал первую в Беларуси – экспериментальную психологичную лабораторию. Сустреча доследчиков спадшины в Уходцкого у Гомеля, по сути, завершает цикл международных форумов, которые проходили в 15 краинах света в опошние месяцы. Беларусь, Россия, Украина, Израиль, Латвия и Бразилия. Науковыми установами из этих краин представлена география конференции. Для Гомельского университета это честь. Но я должен сказать, что конференция, которая будет проходить сегодня, является в Гомеле традиционной. Например, в 1996 году в университете проходила часть крупного международного конгресса психологов, который проходил в несколько этапов. Первый этап был в Москве, второй – в Минске, и, наконец, в Гомеле. И с тех пор подобный форум психологов стал в университете традиционным. В этом году со встречи проходит в шестый раз. В зале – докторы наук, профессоры и академики. Особливый гость конференции – доктор психологичных наук, профессор, унушка Льва Выгодского – Алена Крауцова. Вообще очень приятно, что не забывают Выгодского, в том числе и в Гомеле. А с другой стороны, получилось так, что Лев Семенов считал Гомель своей родиной, несмотря на то, что родился в Горше, передал свою любовь моей маме, своей старшей дочери. Она уже в свою очередь передала мне. И первый раз я сюда приезжала с мамой, и сейчас я уже стала привозить своих детей тоже, чтобы, соответственно, вот тогда, когда я не смогу приезжать, они знали, что есть такой замечательный город Гомель, где чтут их родственников. Вообще город совершенно замечательный, совершенно замечательный в людьми. Науковые працы Льва Выгодского, яким уже больше за полста годы, не страчивают актуальности и в наши дни. Распрацованные у свой час теории смогут допомогать батькам и педагогам в выховании сучасного поколения. Я не могу быть выкористаны у ворошения шероху найденных проблем 21-х астагодзе, например, у здения сродка массовой информации на развитие детей. Сегодня, в век информационных технологий, в век, когда знание становится набором фактов, а не умением видеть мир, вот эти основания теории Льва Семеновича Выгодского имеют, я вам скажу, не просто актуальное, а первоочередное значение для развития сегодняшнего социума и, в принципе, для процесса социализации любого человека. Программа и форума продуглежена так само наведыванием мест, связанных с Львовым Выгодским. Удельники наведуют гумельский державный педагогичный колледж, и, киносит его имя, побывают с экскурсией в гумельском палаце Румянцевых и Паскевичев. Ганна Ковалева, Игорь Марыщенко, Телередо, компания «Гумель». Доктор психологичных навук Алена Крауцова сегодня так само приняла в делу церемонии открытия памятной дожки Льву Выгодскому. И она размещена в будинку по улице Советской 32, где сейчас находится областная филармония. А ранее это был жилый дом. Сюда, будучи в ученый, переехал разом с батьками в детстве. Символично, что сегодня у будинку размещается установа культуры. Выгодский личиум остатства – наиважнейшим инструментом социализации. Мировая педагогика и мировая психология не была бы тем, чем она является сегодня, если бы не Лев Семенович Выгодский. Это имя знает любой работающий ученый в этой науке, педагогике и психологии во всем мире. В России, в Англии, в США, в Бразилии и так далее. И вот сегодня, в том месте, где прожил Лев Семенович свои юные годы, в этом самом доме происходит открытие мемориальной доски в его честь, в дни его 120-летия. Трудно назвать это каким-то таким чувством радости, потому что, ну, приятно, да, но это радость, что человек ушел, и всегда любые юбилеи, любые даты, любые какие-то вещи, они как-то такой праздник со слезами на глазах, да, поэтому, в конечном счете, много вспоминается, много переоценивается. Его учени больше, как 20 разов привозили в Гомелю с нагороды Республиканской олимпиады по математице и двойче международных споборництвов. Тренеру гомельских математика у наставнику гимназии номер 51 Александру Струку объявлена подяка президента Беларуси. Всю лето учень гимназии Ягор Дубовик стал бронзовым призером Международной олимпиады по математице у Гонконгу. На олимпиаде по геометри имя Шаригина в Московской области гомельчанин отрымал гран-при. В минулом году Александр Струк подрихтовал 13 переможцев областного и 6 заключных этапов Республиканской олимпиады по математице. И он является и тренером команды переможцев Республиканского турнира юных математиков. Наставник признается, что юнацтвы мари устать войсковцем, а ли уже 20 годов, як просвятил себе новуково-педагогичной деянности. Я думаю, что больше надо упорный труд. Талант, конечно, тоже вещь хорошая. Но, как сказал Лев Николаевич Толстой, 1% таланта и 99% работы. Детей много было разных. Но самый яркий пример человека, труженика, человека пахаря – это Егор Дубовик, который как раз привез две бронзовые медали с Международных олимпиад. Не знаю, надо просто любить детей, любить свою работу, любить свой предмет. До инших тем. Девять же хоров Гомельской области потерпели у вынеку ДТЗ за делом маршрутки Москва-Гомель. Авара отбылася у ночь на 21 листопада на трассе М3 «Украина» на территории Калужской области. Такая информация размещена на информационном портале Калуги. По передних даденых, микроутобус «Мерседес», что ехал по маршруте Москва-Гомель, вспынился на червоны сигнал светлофора. У гэты моменту яго на высокой худкости улетела фура «Вольва», якая рухалася у бок Калуги. А дудару маршрутку выкинула на сустречную полосу. Там яна сутыкнулася за автомобилем «Хёндай» и перекулилася на бок. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 10 человек. Девять из них – жители Гомельской области. Сам водитель фуры от госпитализации отказался. Также двое пассажиров, один из автомобилей «Хёндай», а второй из микроавтобуса были госпитализированы. Все остальные после оказальной медицинской помощи были отпущены домой. По попередней версии, у авары виноватый водитель фуры. Супрацовники Калужской держатой инспекции высветляют обставины с даренья. У Гомеля по инициативе волонтерского руху по обороне бездомных живел отбылась и доброчинная акция «Подары им шанс». Месом ее проведения стала пляцовка городского центра культуры. Это уже 11-я спроба гомельских волонтеров уладковать в добрые руки своих бездомных годованцев. Под час акции дом на были 25 живел. Под обязанностью репортажи Вероники Ворошилиной. В этот день у городского центра культуры Сустрелись волонтеры, необаяковые гомельчане и браты наши меньшие Самых разных взрослых, афарбовок и особливостью характеру. Ласкавые коты и котяняты, отданные собаки и щенюки. У каждого своя веселая мянушка и одночасово сумная история вуличного життя. Доброчинная акция «Подары им шанс» объединяла тех, Кто щир ожидает о помощи бездомным живелам, Якие за бездушности и жесткости своих господаров опынулись на улице. Свою подтримку простворшие номеры выказывали новодети. Кульминацией мероприемства стало знаемство с головными героями акции. Господаров шукали 34 коты и 33 собаки. Усеяны находились на часовой перотримце волонтерского руху По обороне бездомных живел «Подары им шанс». Представленные на акции живелы были прищепленные, дорослые, стерилизованные. Присутным дозволялось их гладить и наводбрать на руки. Одных раджане покидали акцию, хиба что не со слезами на вашах, а ли так и не выбравшись обед домашнего годованца. И иншие вертались и до дому по особливому счастливыми, с шансвероногим сябром в руках. Сказали, что это девочка и зовут ее малышка пока. А там уже как мы ее, может и так будем звать малышкой. У нас мальчики были тоже малышки, малыши, мальчики. Ну, будем любить. А это красавица наша. Да. Будет красавица девочка. У нас внуков много, внуки тоже ждут. Жить она будет у нас в доме. А на лето будет? Ну, зимой, а на лето уже в будочку перейдет. Мы вообще-то для мамы ищем друга в деревню, чтобы помогал мыши ловить. Мы животных любим. Знаем, что этот котик был бездомный. Надеемся, что у моей мамы ему будет очень хорошо. Увы, неку подчас акции свой дом знайшли 25 живел. Новоспеченные господары тут же на месте смогли отримать бесплатную консультацию ветеринарного врача. Усяго за годы основания волонтерского руху подарили им шанс, вырытого на больше, как тысяча бездомных живел. Шмат зроблен на порашение их проблем. Подчас доброченной акции у Гомеля так само працевали специальные пункты, куда необыяковые горожане могли принести корм, леки и иншие необхонные приналежности. Зараз на часовой перетрымце волонтерского руха застается больше, как 200 бездомных живел. Оказать им допомогу зауседы можете и вы. В принципе, у нас в социальных сетях существуют группы, где у нас огромная активность, контакт, одноклассники, фейсбук, у нас есть свой сайт, поэтому люди могут заходить туда, предлагать свою помощь, либо спрашивать, задавать вопросы. Мы обязательно ответим по возможности. Мы всегда рады любой помощи, то есть это не должна быть финансовая помощь, это могут быть корма, лекарства, амуниция, то есть палатки, ошейники и так далее. Мы рады любой помощи, которую нам оказывают гомельчане. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, телерадоакампания «Гомель». На двор я на гэтым тэдне будзе переважно сухим и теплым. По информации областного гидрометцентра, в ближайшие сутки опадков не прогнозуется. Температура поветра в ночи складе от минус 3 до плюс 2 градусов, в день до плюс 4. У сираду 23 листопада будзе так само переважно без опадков. Слубки термометров опустятся до минус 5 в ночи, в день будзе до 4 тепла. Подобный характер на двор я захаваецца и у четвер. А восью пятницу 25 листопада у особных районах макчымы короткачасовые опадки, дождь и мокрый снег. Чекается туман, у ночи и ранецы, слабый гололед, на дорогах гололедится. Температура у ночи складе от минус 4 до плюс 1 градуса, в день прогнозуется до 5 тепла. У субботу будзе переважно без опадков, а у недели у день макчыма пагаршэнниумов на двор я. Мокрый снег и дождь. У ночи чекается до плюс 2 градуса, у день до 6 тепла. И на этом наш выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого вечера. До новых встреч!